История жизни классика мировой литературы Максима Горького тесно связана с Самарой. Его имя носит одна из красивейших улиц города. Центральный парк культуры, Самарский академический театр драмы и многие другие учреждения. Сам Горький не раз повторял, что как писатель родился именно в Самаре. В самарской газете под псевдонимом Иегудиил Хламида 27-летний Алексей Пешков писал фильетоны и рассказы. Об этом и рассказывает документальный фильм, часть медиапроекта «Самарские судьбы». Он повествует о людях, жизнь которых связана с губернской столицей. Под Новый год молодые люди объяснились, и Катя дала Алексею слово быть верной женой. «Ты сошла с ума!» – кричали родители. Они сослали ее в Кронштадт. Картина продолжила серию виртуальных показов Агентства социокультурных технологий, которые идут в рамках проекта «Культурное сердце России». Цикл «Сделано здесь» открывает зрителям лучшие работы самарских кинематографистов. Появилась возможность. Возможно, раньше я бы не обратила на такие фильмы внимание. А сейчас в режиме самоизоляции есть время узнать о своем городе немножечко больше, о великих людях, которые жили здесь. Следующий показ будет посвящен фильму «Валентин Ежов». Это история о талантливом кинодраматурге и педагоге, авторе сценария к фильму «Белое солнце пустыни». Увидеть ее можно будет 19 апреля на страницах кинотеатра «Художественный» в социальных сетях. Но если вы пропустили премьеру, запись всех документальных фильмов цикла «Сделано здесь» можно найти там же. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.